Что ж, начнем. Доброго дня, меня зовут Демоков Никита. В Ядро я работаю архитектором микропрограммного обеспечения и, в частности, систем безопасности для системных кристаллов. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о архитектуре RISC-5, а конкретно о тех аппаратных модулях, которые архитектура предлагает для того, чтобы разработчики могли построить систему безопасности для вычислений и для данных. Еще порассуждаем о том, как, собственно, эти все аппаратные модули можно собрать воедино для того, чтобы построить платформу безопасности для каких-то перспективных вычислительных систем. И, говоря о безопасности, нельзя не сказать про сами угрозы безопасности. Вот я для начала создал в табличку какие-то более-менее актуальные угрозы и то, на какие модули, соответственно, какие части вычислительной системы эти угрозы нацелены. Что можно сказать? Самая первая угроза, я ее выделил немножечко, это переполнение буфера. По классификации NIST самая частая причина всех ошибок в программном обеспечении, переполнение буфера и ошибки индексации массивов. Соответственно, 80% всех ошибок ПО – это они. С ними все пытаются очень активно бороться. Языки новые придумывают. К сожалению, они все еще с нами и никуда не уходят. Эти ошибки являются, так сказать, базой для очень и очень многих других атак, потому что позволяют злоумышленнику войти в систему, закрепиться, там и уже дальше расширять свои возможности. В середине таблицы я выделил по вертикали два блока. Это предсказатель вверхлений и блок спекулятивных вычислений инструкций. Они в современных процессорах являются неотременной частью и основной драйвер их высокой производительности. Вместе с тем, собственно, есть две группы атак, которые направлены как раз на эти блоки. Это атаки типа Spectre и Moldown. Вместе с кэшами они используют уязвимости в этих предсказателях, вверхлений и спекулятивных вычислений для того, чтобы или получить доступ к тем данным, к которым атакующий процесс не должен получать доступ, или чтобы проанализировать посторонним каналом атакуемый процесс и извлечь секретные данные. Соответственно, эти группы атак, Spectre и Moldown, очень хорошо показывают, на мой взгляд, уязвимость слабой модели безопасности памяти, когда в угоду производительности безопасность, защита памяти уходит на второй план, и производители процессоров позволяют тебе отходить или обходить некоторые механизмы защиты отдельным блоком. Собственно, на основе Spectre и Moldown построено достаточно много других, уже более новых известных атак, которые их используют для того, чтобы получить уже какую-то информацию о атакуемых процессах. Также я хотел обратить внимание, что в моей вот этой таблице большая часть столбцов, большая часть блоков, на которые атаки направлены, кроме последних двух, это части вычислительного ядра. Это не просто атак. Соответственно, количество атак, направленных именно на само ядро, на его модули, или даже не количество атак, а количество уязвимостей, найденных в этих модулях, говорит о том, что современные вычислительные ядра это очень сложные системы, как по отдельности эти блоки, так и совместно, что, соответственно, очень-очень... позволяет очень легко допустить их ошибки, которые непосредственно приведут к тому, что появятся какие-то уязвимости. Что ж, значит, по угрозам вроде бы все понятно. Теперь можно уже рассматривать про то, как от этих угроз защищаемся, какие архитектуры РС-5 предлагает аппаратные и программы аппаратные блоки для защиты. Сразу скажу, что список вот этих вот блоков или расширений, он неполный, их больше. Я просто отобрал те, которые, на мой взгляд, наиболее интересны. И еще отмечу, что не все спецификации для рассматриваемых расширений уже готовы. Часть готова, часть еще у вас в процессе разработки. И начнем мы, пожалуй, с уровней привилегий или режимов исполнения. Это не то, чтобы механизм защиты, но это механизм изоляции приложений. В целом тут все так же, как у всех, но в деталях немного отличается. В РС-5 вычислительное ядро, или как его-то называют, hard, может работать одновременно в одном из трех режимов Machine Mode, User Mode или Supervisor. Соответственно, код, запущенный в Machine Mode, является доверенным, потому что он имеет низковый уровень доступ ко всем регистам. Соответственно, User Mode и Supervisor Mode, они используются для запуска пользовательских приложений и операционных систем. В зависимости от назначения самого процессора, РС-5 предлагает один из трех вариантов наборов уровня привилегий. Соответственно, только Machine Mode, который предназначен для создания каких-то микроконтроллеров, User Mode и Machine Mode, который уже позволяет запускать многозадачные операционные системы и предназначены для встраиваемых систем. И, соответственно, User Mode, Supervisor Mode и Machine Mode для запуска Unix подобных систем. Опс, прошу прощения. Значит, отдельное расширение гипервизора позволяет добавить еще два режима исполнения. Это виртуальный пользовательский режим и виртуальный режим супервизора. Такая виртуализация затрагивает регистр супервизора. Соответственно, появляются тилевые регистры, которые гипервизор может менять, создавая иллюзию того, что виртуальный супервизор работает прямо на уровне железа. Также это затрагивает память. Появляется двухэтапная трансляция виртуальных адресов. Соответственно, виртуальный супервизор транслирует виртуальные адреса в гостевые адреса, а уже настоящий аппаратный гипервизор транслирует эти гостевые адреса в физические адреса. Также гипервизор перехватывает обращение ко всей периферии. Его можно исключить из цепочки, если добавить блок IOMMU, но об этом чуть позднее. Также расширение гипервизора позволяет реализовать вложенную виртуализацию и разработан он так, чтобы этот режим вообще можно было эмулировать программно достаточно просто. Соответственно, разработчики могут разрабатывать софт для гипервизоров, еще не имея железа с поддержкой этого режима. Это достаточно удобно. Для поддержки безопасной обработки данных хорошо бы не только изолировать виртуальное адресное пространство, но и физические адреса. И для этих целей как раз служит блок физической защиты памяти, PMP. PMP проверяет все обращения к физической памяти, которые идут от харта, в том числе обращения после MMU, трансляции адресов, обращения предвыборки кэшей и так далее. Важно сказать то, что во многом надежность работы этого модуля зависит от того, насколько разработчики корректно встроили его в свои системы, потому что если они позволили себе обойти его в каких-то случаях, соответственно, он работать полноценно не будет. PMP позволяет разбить все адресное пространство на 16 регионов максимум. Каждому региону можно задать права на чтение в записи исполнения кода. Также каждый регион индивидуально можно заблокировать до сброса всего харта. То есть однажды установив настройки, их уже поменять будет нельзя. Значит, настроенные регионы позволяют дать доступ режимам пользователя и супервизора к отдельным регионам памяти, тогда как по умолчанию они этих доступов не имеют. И также позволяют ограничить доступ в какую-то область физической памяти для всех режимов исполнения конкретного харта. В этом кроется одна большая проблема. В том, что, по сути, с помощью блока PMP невозможно разрешить доступ для пользовательского режима и супервизора, и при этом запретить доступ для машинмода. Соответственно, это делает этот блок уязвимым к атакам эскалации привилегий, когда код повышает уровень привилегий до машинмода, и, соответственно, ему становится доступно все адресное пространство или хотя бы расширенное адресное пространство, что существенно увеличивает поверхность самой атаки. Особенно такой вариант актуален в системах, встраиваемой системе, у которой только два режима. Режима супервизора нет, и ядро работает в машинмоде. Для исправления этой проблемы, для улучшения, собственно, надежности PMP, разработан расширение IPMP, которое добавляет специальный регистр Security Config, и этот регистр позволяет расширить возможность контроля разрешений для машинмода. Соответственно, с IPMP уже можно запрещать машинмоду доступ в какие-либо регионы и разрешать доступ только для супервизора. И вот если PMP защищает обращение к физическим адресам из хартов, то со стороны периферии такой защиты он не обеспечивает. Для добавления этой защиты разработан расширение IO PMP, которое устанавливается между любыми мастерами на шине, которые не являются хартовыми, например, между блоками дыма и самой шиной. Соответственно, структурный IO PMP устроен очень просто. У него есть входные порты, как минимум один выходной порт к шине и отдельный порт для настроек, программ-интерфейс. Внутри он имеет табличную структуру, три таблицы в базовом варианте, что позволяет очень легко его реализовать в железе. Соответственно, в системной кристалле может быть один IO PMP или их может быть несколько, в зависимости от того, насколько вам это сложно разработчику будет реализовать, насколько это удобно будет. В парадигме, говоря о IO PMP, каждому мастеру, который подключен к IO PMP, присваивается свой уникальный request role ID, который определяет те права доступа к доменам памяти, на которые делится все адресное пространство, доступное периферии. Соответственно, IO PMP поддерживает до 65,5 тысяч request ID, то есть мастеров, и только 64 домена памяти. Но каждому домену памяти можно назначить какое-то такое гибкое количество, конфигурируемое количество регионов, адресов, которые, собственно, внутри этого домена определяют права на доступ, то есть на чтение или на запись региона. Суммарно поддерживается до 65,5 тысяч таких вот маленьких регионов на 64 домена. Понятно, что такое количество не всем нужно, и не всегда нужна полная функциональность такого модуля, поэтому спецификация IO PMP позволяет, ну, как-то добавляет несколько упрощенных вариантов реализации, например, такой вариант RapidKey, когда мы отказываемся от вариативности в количестве диапазонов адресов, и для каждого memory domain остается только фиксированное количество диапазонов, на которые его можно разбить. Соответственно, центральная таблица, она исчезает, остается только один регистр с этим самым количеством адресов, и трансляция происходит быстрее. Уже не нужно не три этапа, а уже два. Также для высокопроизводительных систем важна задержка доступа к периферии, и вот блок IOMMU, который часто идет в паре с IOPMP, он как раз решает проблему того, чтобы гипервизор участвовал в процессе обмена между периферией и пользовательскими приложениями. Тут все тоже более-менее стандартно, как у всех остальных, поэтому сильно заострять внимание не обязательно. Этот блок также использует двухуровневую трансляцию адресов и те же самые форматы таблиц страниц памяти, которые используют обычные MMU. Соответственно, управление памятью в системах с MMU и IOMMU достаточно просто, потому что все это можно между ними одинаковым образом передавать. Так, вот WorldGuard. Это уже такое комплексное решение для обеспечения безопасности, разработанное компанией Sci-5 и любезно пожертвованная Community Risk 5 для всеобщего пользования. WorldGuard использует концепцию изолированных миров, которые включают в себя какие-либо приложения и их общие данные, а также создает границы, за которые эти приложения не могут выйти. Изоляция между мирами обеспечивается на уровне физических адресов и важно отметить то, что WorldGuard никоим образом не гарантирует и не обеспечивает безопасности внутри мира. Соответственно, нужно использовать другие механизмы, например, те же виртуальные страницы памяти. Также WorldGuard не гарантирует стабильность работы программного обеспечения, если какое-либо из приложений пытается покинуть границы мира и выполнять запросы, которые запрещены. Соответственно, каждому миру присваивается свой уникальный ID, WorldID. Максимальное количество этих миров, соответственно, ID ограничено аппаратно. Разработчики железа могут выбирать при синтезе, сколько миров они хотят создать. И если слегка упростить и выкинуть лишнее, то WorldGuard состоит из всего двух аппаратных моделей. Это WorldGuard Marker и WorldGuard Checker. Маркеры ставятся после каждого мастера на системной шине и добавляют ко всем запросам, собственно, его WorldID. А чекеры непосредственно проверяют запросы, проверяют этот WorldID и разрешают или запрещают доступ. Чекеры могут быть простыми, условно, можно-нельзя, или реализовывать поведение, похожее на PMP, только лучше. Значит, из преимуществ то, что параметры доступа к ресурсам, например, к той же памяти, настраиваются непосредственно в том чекере, который защищает ее, что дает нам единую точку управления доступом к отдельному ресурсу и существенно упрощает его, например, по сравнению с системами, с только PMP, когда у каждого харта есть свое отдельное PMP и нужно их все синхронизировать. По сравнению с PMP WorldGuard обеспечивает лучшую гранулярность настроек доступа, что, соответственно, в системах с большим объемом памяти и с большим количеством диапазонов. Также предпочтительно его использовать, потому что управление PMP в таком случае, ну, оно как бы такое нетривиальное весьма вопрос. Для настройки WorldGuard блоков используется концепция доверенного агента или доверенного мира. И вот этот только доверенный мир с доверенным ID может настраивать физически так. Сделано, что только он может настраивать чекеры и марки. Совершенно не обязательно, чтобы вот этот вот доверенный мир был, например, запускался на уровне firmware, то есть в машинмоде, на всех картах. Это не обязательно. Он может запускаться, например, на одном каком-то харте. Соответственно, все остальные харты в машинмоде могут иметь другие уровни доступа. Но также не обязательно, чтобы вообще весь хард работал с этим вот доверенным ID. Можно выделить, например, вообще предпочтительно выделить целый хард под доверенную систему, но при этом, например, только машинмоду сделать, только машинмоду позволить управлять настройками, а все остальные будут уже заниматься своими делами. Огромный плюс WorldGuard в том, что он не требует изменений в RISC-5 ISO, соответственно, он ставится поверх. Дальше. Спецификация Control Flow Integrity Capabilities или CFI добавляет два механизма для контроля потока исполнения программ. Shadow Stack и Landing Path. Shadow Stack добавляет в хард новый регистр Shadow Stack Pointer, который очень похож на обычный Stack Pointer, ведет себя точно так же, но хранит указатель на вершину стэка с адресами возврата из функций. Shadow Stack требует поддержки компилятором и помимо вот этого регистра Shadow Stack Pointer он добавляет еще три команды в набор команд. Это команда записи значения в Shadow Stack, команда чтения и проверки и команда замены значения регистра Shadow Stack Pointer. Значит, как это реализовывается непосредственно в программе? При компиляции компилятор добавляет в пролог всех функций команду сохранения адреса возврата в Shadow Stack. Соответственно, в эпилоге функции команда чтения и проверки сравнивает адрес, записанный в Shadow Stack и адрес, который был записан на стэке. Соответственно, если адреса не совпадают, происходит исключение. Это позволяет защищаться от, например, внедрения гаджетов, когда с помощью переполнения бусера на стэке злоумышленник может внедрить гаджет и, соответственно, перевести поток управления в его код. Shadow Stack этого не позволит. Значит, ограничения. Чтобы Shadow Stack работал, весь код, который его использует, то есть ваша программа, все библиотеки, которые вы вызываете, статически, динамически, должны быть собраны с поддержкой этого решения. Shadow Stack можно включить отдельно для пользовательского режима, для режима супервизора, но при этом архитектурно его нельзя задействовать в машинодер. Само собой, регион памяти, в которой Shadow Stack хранится, собственно, нужно тоже защитить каким-то образом, чтобы нельзя было перезаписать эти адреса возвратов, и для этого расширение использует ранее неизводительный режим доступа к памяти в PMP, это Write-only. При имплементации этого расширения и правильной настройки PMP записать значение в этот регион памяти может только команда Shadow Stack, то есть команда записи SSPush и команда замены адреса Shadow Stack Pointer. Соответственно, Landing Path это расширение чуть проще, оно добавляет всего одну новую команду, собственно, Landing Path. Эта команда добавляется в код компилятором во всех местах, которые являются валидной точкой для непрямого вызова или непрямого прыжка. Вот, Direct Jump инструкции. Соответственно, для инструкции Direct Jump это не требуется, потому что адреса прыжков уже заранее известны забитый код и не могут измениться. Собственно, когда включается поддержка Landing Path, при каждом Indirect Call и Indirect Jump карта анализирует свое состояние и выставляет бит expected Landing Path. Если с установленным битом вот этим ELP следующая инструкция Landing Path, следующая исполнение инструкции Landing Path, то все хорошо, все прекрасно. если же нет, то происходит опять же исключение. В каждую инструкцию Landing Path можно добавить 20-битную метку. Эта метка позволит программисту еще лучше контролировать вообще свой поток управления путем ограничения количества Landing Path инструкций, которые можно достичь из того или иного места программы. То есть перед вызовом Direct Call инструкции, например, можно записать в регистр значение ожидаемой метки и тогда будет проверено еще и оно. Landing Path подработать даже в Machine Mode, что само по себе тоже достаточно хорошо. Следующее расширение Cherry или Cherry, не знаю. Это существенно более сложное расширение, оно очень комплексное и используется не только для контроля потока управления программ, но и для защиты данных. Вообще, это даже не одно расширение, это спецификация включает в целых пять расширений, но мы будем говорить наверное больше про основное, самое первое. Значит, Cherry вводит новое понятие, новый примитив, называется Capabilities. Это неподелываемый токен, который добавляется ко всем адресам и ко всем данным в харте и он позволяет для всех этих адресов назначать какие-то ограничения. Соответственно, Cherry добавляет ко всем базовым регистрам дополнительное пространство скрытое, которое нельзя просто так получить доступ для хранения этих Capabilities. вот верхняя часть это как раз схема этого нового формата регистра для архитектуры RV64i, то есть на 64-битный адрес и к нему 64-бита дополнительных катабельниц. Особенность в том, что базовое расширение HRI полностью ломает риск 5 ISO. Отсутствует обратная совместимость. Ее можно вернуть вторым расширением, что интересно, но это уже тема отдельного разговора. Соответственно, помимо изменений в основных регистрах, Cherry добавляет новые регистры, которые хранят Capabilities и с помощью которых можно настроить. Почти все инструкции риск 5 ISO меняют свое поведение, в частности, те, которые манипулируют адресами, ожидают адреса, они теперь должны работать с учетом Capabilities. Расширение Cherry абсолютно несовместимо с предыдущими решениями ShadowStack и LadyBud, что в принципе неудивительно, потому что они дублируют друг друга, но при этом Cherry обеспечивает гораздо более полный контроль и над потоком, и над данными. Что же делает Cherry? Это расширение дает несколько гарантий. В первую очередь оно гарантирует целостность и происхождение. Эти Capabilities, которые мы один раз настроим и установим, и которые будут меняться в процессе работы, нельзя никоим образом создать из ниоткуда. Их можно только вот задать в начале и путем манипуляции над Capabilities в процессе исполнения их можно привести в какое-то другое состояние. Соответственно, если каким-то образом Capabilities была повреждена, расширение гарантирует, что ее нельзя будет разоминовать и использовать адрес каким-то неожидаемым образом. Дальше, граница. Cherry позволяет задать границы для изменений, например, адресов и самый яркий такой пример это указатель массива. То есть, с помощью Cherry можно задать границы этого указателя, соответственно, за пределы массива выйти уже будет нельзя. Монотонность. При преобразовании Capabilities права и границы могут или остаться прежними или уменьшиться, то есть сутиться. Можно дать меньшие права, но нельзя увеличить права обратно. Это запрещено. И разрешение Capabilities для данных не могут превратиться в Capabilities для кода, соответственно, нельзя дать данным права на исполнение. Никаким образом. Еще два комплексных расширения Cove и Cove и О. Это расширение для поддержки доверенных виртуальных машин. Вчера в второй сессии мой коллега Константин не видим. Рассказывал про эти расширения подробно. Был целый доклад, я не буду о них останавливаться. Я даже картинку перерисовываю в зале спецификации. Так, про механизмы, которые я хотел сказать. Все. Теперь, если вернуться к исходной таблице и вспомнить про те блоки, которые я упоминал, про те блоки, на которые производятся атаки, и сопоставить их с теми механизмами, которые мы рассматривали, можно увидеть вот такое пересечение. Значит, сразу же что можно сказать, что механизмы в RISC-5 дублируют друг друга. И это на самом деле очень хорошо, потому что это не просто дает гибкость в выборе, но и позволяет разработчикам железа непосредственно самим определять модель и в зависимости от них, в зависимости от сферы применения устройства, в зависимости от каких-то там, от ожидаемых ценовых показателей уже использовать те или иные механизмы защиты. Что еще можно сказать? Чири тут в таблице выглядит, как такой рюксер на белом коне, может защитить от всего и от всех, вообще очень молодец, надо брать. Но, как я уже говорил, расширение комплексное, у него отсутствует обратная совместимость с RISC-5 ИСА, поэтому в общем случае реализация такого расширения это спорный, весьма спорный момент, тем более, что наверняка даже просто расширение регистров в два раза, размер регистра в два раза не может не сказаться на производительности. Что еще? PMP вместе с IPMP, на мой взгляд, вообще это маска в расширении, его нужно везде оставить. Оно достаточно простое, в то же время позволяет добавить удобные механизмы для контроля на физической памяти. Landing pads дешево сердитор просто, надо тоже брать обязательно. Ну и связка IPMP, ShadowStack, Landing pads и WorldGuard, если их провести вместе, они позволяют закрыть вообще почти все варианты рассмотренных угрозбезопасности. И предположу, что эту связку даже с нуля гораздо проще реализовать, чем одно только чири. Так, ну тут про механизмы, наверное, все про конкретные. Теперь хотел бы еще сказать о том, как, собственно, эти механизмы встроить в структуру системы на кристалле, так, чтобы у нас получилась какая-то доверенная среда исполнения. Про доверенные среды вчера рассказывал Константин Карасев, тоже не буду повторяться, что это и кто это. Поэтому перейдем к вариантам. Ну, понятно, что нельзя вот просто так взять и создать какую-то одну схему, один вариант, реализации компонентов и заставить их использовать, потому что есть всегда требования, которые взаимоисключающие, например, по стоимости, по размеру чип, по энергопотреблению, модели угроз разные, соответственно, в каждом конкретном варианте могут быть разные свои варианты. И, собственно, начнем мы с того, что не может использоваться для доверенного себе исполнения. Это вот такая схема без каких-либо существенных механизмов встроенных механизмов защиты, только уровни привилегий и MMU. Значит, если у вас есть такой чип, вам нужно хоть как-то добавить к нему вообще какое-то хранилище для секретных данных, что-то защищать, то можно добавить к нему просто внешний TPM-модуль. Этот модуль, соответственно, будет хранить себе, например, ключи шифрования, он может там биометрию вашу хранить и так далее. Из минусов это сразу то, что TPM очень сильно ограничен в условиях возможностях. Соответственно, сценарии использования таких систем тоже ограничены, не все можно сделать, далеко не все. Плюс ко всему, на мой взгляд, огромный недостаток то, что вот этот TPM-модуль, он внешний, соответственно, подключен к внешнему интерфейсу и с физическим доступом к устройству можно попытаться извлечь данные из него. Относительно недавно я читал статью, когда ключи битлокера изъяли из TPM, просто подключившись логическим анализатором к его шине. Но это прям смешно. Поэтому базовым вариантом можно считать вот этот вот вариант с PMP и IOPMP-модулями. Тут вот в картах я еще сверху написал квадратиками расширения ShadowStack и Landypad тоже желательно включить. Аппаратный корид доверия в данном случае может быть или в ROM-памяти или где-нибудь в OTP, я ее не рисовал, но представьте, что она здесь есть. Такую систему на кристалле уже можно более-менее называть защищенной со своими нюансами, конечно. И, например, вот в такой системе как таковой нет защиты от эскалации и привилегий. Особенно, если будут использованы харты с двумя режимами исполнения, юзеры и машин мод, это будет очень сильно актуально. И еще тут на схеме вообще нет никакого такого выделенного пространства, в котором доверенные какие-то приложения, например, могут чувствовать себя в безопасности. Гораздо лучше, когда эти доверенные приложения вообще физически отделены от остальных систем, от пользовательской части системы. И вот, например, если мы возьмем один харт, сделаем его доверенным и будем на нем запускать только доверенную, например, операционную систему и наши доверенные приложения. Он будет стартовать. Первым будет настраивать для всего СНК механизмы безопасности, будет их контролировать. Также он может внутри себя хранить какие-то секретные данные, например, с OTCM, что тоже как бы очень-очень сильно ограничивает поверхность атаки на эти данные со стороны пользователей системы. Из минусов, то, что если у вас не Big Little архитектура вообще системы на кристалле, соответственно, вы берете просто одно высокопроизводительное свое ядро, отдаете ее под какие-то задачи, которые, скорее всего, не будут полностью утилизировать его в очистительной мощности. Это как бы может быть проблемой. Тут или нужно ставить какие-то разные варианты, например, маленькие ядра, большие ядра, или придумать, какие еще задачи можно добавить так, чтобы это было эффективно и при этом безопасно. Для прям настоящей безопасности вообще в идеале нужно, на мой взгляд, взять и всю доверенную систему вынести в полностью изолированное, отрезанное от всех под систему, дать ей свои шины, дать ей свою периферию, и можно тогда сказать, что со стороны основной системы доступ к этим защищенным данным, к доверенному контуру будет производиться через какой-то один защищенный канал связи, например, mailbox. Соответственно, количество возможностей, которые доступны теперь в основной системе, атакующему, который пытается в нее внедриться, на самом деле очень-очень мало их. Что еще? Это система изолированная, доверенная система, она может также выполнять функции системы доверенной загрузки, она может опять же настраивать механизмы защиты, она может удостоверять, проверять код, запускаемый на основной системе, может проводить его аудит, сама система при этом может быть как простой, то есть Secured Hard, может быть просто с одним режимом исполнения для микроконтроллеров, или, например, полноценный со своей операционной системой доверенной и с доверенными приложениями, в том числе вендорскими, например. И вот напоследок у меня остался вариант изоляции SOC с WordGuard, он очень похож на базовый вариант с PMP и IOPMP, только тут еще добавлены маркеры и чекеры, которые собственно обеспечивают изоляцию миров и улучшают безопасность, улучшают изоляцию памяти. Тут я нарисовал харты как целые меры отдельные, но я уже говорил, что это не обязательно, то есть можно разработчики СНК могут допустить то, что, например, в том же доверенном харте изоляция выйдет на уровне приложений отдельных. Соответственно, это как один из наиболее надежных вариантов. И, да, важно еще сказать, что вот такой конфигурации это практически аналог ARM TrustZone. У меня, наверное, все. Тут еще мой коллега Павел Габер хочет немножко рассказать вам про разработку доверенного ПО. Даю ему слово. Здравствуйте. все, кто смог досидеть до конца и высидеть в доклад про аппаратные особенности архитектуры рисквей и как все организуется. Меня зовут Дайбер Павел, я руководитель отдела игропрограммного ПО в компании Ядро. Вот, и, как Никита сказал, мы занимаемся в том числе доверенной загрузкой, доверенной средой исполнения и, собственно, по долгу вот этих разработок участвуем в различных комитетах, рабочих групп, которые, собственно, связаны где-то с доверенной загрузкой, мы вот, Константин Карасов рассказывал, что мы взаимодействовали по написанию стандарта по доверенным соритмом исполнения такого зонтичного самого первого. Вот есть Алексей Карашилов, мы участвуем в другом, в рабочей группе, собственно, по системе доверенной загрузки, но вот с коллегами обсуждаем. В этом такая небольшая вводная, как провести стык, да, между вот аппаратурой и системным ПО. Как правило, такой стык нечасто проводится вот так вот напрямую или там самая низа, хотя, наверное, он более интересен в том смысле, что всем бы хотелось получить какие-то возможности, чтобы что-то было более доверенным, вот аппаратный корень доверия и так далее, но это очень редко бывает, особенно вот как связано с особенностью, что нету в достаточном количестве там, игропроцессоров в собственном производстве, есть, допустим, западные, вот все там рассматривают операционную систему, там вот наиболее широко распространена там 86-я система где-то, и там нету получить или да, какие-то возможности встроиться, чтобы вот обеспечивать само низа построение там цепочки, например, доверенной загрузки или получить там какое-нибудь место, где была развернута собственная там доверенная среда, которая предоставит какие-то развернутые сервисы там и в дальнейшем это может быть использовано в операционной системе или в какой-нибудь там специализированном ПО. Ну и вот мы подумали, поработав в группе, послушав коллег, что они говорят, почитав там документы, которые они рассказывают, как бы что это было бы интересно, но нету какой-то возможности сделать это и мы немножко подумали, что бы с вот этим можно было сделать, как это можно представить. Вот, это как бы типичные workflow загрузки, который используется, если его разбить, то, что делается на СНК. Вот есть там запуск ROMа СНК, который поднимается, дальше в зависимости от системы может сразу быть на 86-й там либо BIOS, либо UEFI, который загружается либо с системного диска, либо с отдельной флешки и там уже мы обращаемся к гиджу, загружаем в систему. Если там другие системы, то там идет вот опциональный какой-то загрузчик на ARM может быть там Rust от firmware загружаться, иногда там UEFI используется, вот, на RISCV может быть какой-то там собственно загрузчик. Дальше мы переходим в опциональную возможность, там, если есть доверенная среда исполнения, которая отдельно разворачивает, какие-то сервисы там, что-то смотришь, что все хорошо и продолжает эту тупочку загрузки. И вот здесь, как вариант, могло бы быть появиться какое-нибудь приложение от разработчиков там системного софта или кто-то занят разработкой их доверенной загрузки, с которым можно было бы взаимодействовать уже вот здесь, оно тогда, соответственно, после уже будет загружать какой-то свой загрузчик, который ей нужен, да, там с использованием, там, если на 86-й системе, там, это Windows, вот, вот, менеджер на ARM либо RISCV, там, либо такой стандартный набор там загрузчиков под Linux, либо для, так, вот, и, соответственно, здесь, чтобы как-то обеспечить эту безопасность и работать, вот там приведен список, что есть там, у софтварного вендора было бы неплохо, чтобы он имел такой комплект вещей, то есть вендор-изи, я не знаю, есть или нет, надо вот как-то копнуть глубже всем разработчикам, чтобы раздать конкретно номер в каком-то реестре, он хранился у регулятора, эта информация может быть тогда внесена там в микропрограммное ПО и будет храниться отдельно, да, соответственно, на отдельной флешке или на отдельной там, какие-нибудь NVRAM, потом между разработчиками там железа и софта будет обмен вот комплектом ключей там определенных, как я пересказал, нужных, как там, для встраивания в цепочку загрузки и соответствует всем требованиям, которые предъявляются там в безопасной системе загрузки, вот, соответственно. А также это нужно для управления, когда ты встроен куда-то, тебе нужно обновляться, тебе нужно делать какие-то возможные изменения там, какие-то, что ты делаешь, чтобы вот взаимодействие, там есть определенный набор ключей, то есть это как концепт, с помощью которых внутреннее вот это приложение, которое работает до еще, когда до загрузки основной операционной системы, что значительно уменьшает количество, там, поверхность атаки, да, откуда могут там заходить атакующие, то есть оно заходит, закачивается во внутреннюю память СНК и там происходит с ним вот общение, скажем, в изолированной среде, она дает какие-то команды, какие-то данные, подгружается, которые она требует, если они аутентифицированы, они будут восприняты, вовнутрь взяты, что-то изменится, например, мы перейдем на новую версию, подниматься будет новая версия уже с новыми ключами проверки, и мы дальше загружаем там, тот загрузчик, собственно, передается управление тому загрузчику, который нужен, который имеет в какой-то доверенной среде свои, допустим, какие-то параметры там, делает параметрический запуск настроенной операционной системы, например, она будет подниматься там с какими-то настройками, вот, зачем бы это могло бы быть нужно, ну, я подумал, что вот сейчас в России, это вот есть там, покупаешь телефон, там российские установлены приложения, есть куча вот производителей, софта, да, и они все имеют какие-то сертификации, какие-то лычки, что вот мы такие молодцы, мы подходим для того, для него, да, ну, можно купить процессор и на него поставить там супер сертифицированную там загрузчик под супер сертифицированную операционную систему, да, и, наверное, было бы это интересно прямо с железного аппаратного уровня вот делать, выстраивать вот такое взаимодействие. Если нет желания этим пользоваться или что-то пойдет не так, то всегда все перейдет на работу стандартного загрузчика, и мы там дойдем до операционной системы уже по обычной схеме. Вот, это, конечно, как бы тема отдельного обсуждения, отдельного доклада, но это как бы как тизер показать, что можно сделать вот этот шаг, какой-то провести их мостик, вот, и от этого отталкиваться. А дальше, соответственно, как бы если идею развивать, то можно дойти до доверенных средств, но это уже как бы отдельный разговор очень дальше. Так, и в заключении, что бы я хотел сказать, что самое первое, если вы никому не доверяете, продолжайте никому не доверять. Лучше все проверять и всегда смотреть. Тут, собственно, эти тезисы я написал достаточно давно, но они очень странно, за тот день я посмотрел, все совпало, практически вот все, что обсуждали, все и совпало. Не нужно доверять нам, например, нам, когда мы рассказываем про то, как все будет хорошо и так далее. Давайте, когда мы сделаем что-то, вы посмотрите, что действительно хорошо или не хорошо. Не нужно доверять каким-то написанным там стандартам и спецификациям. Вы возьмите, почитайте, попробуйте, тогда будет там видно, что хорошо. Не нужно доверять там, когда кто-то скажет, что вот тут вышел новый стандарт, мы ему соответствуем. Было бы неплохо, чтобы там Вартан Антроникович взял на себя труд, как-то может курировать наборы тестов по асессменту, что действительно вот такой стандарт, кто-то пришел, заявился, тесты перевели, сказали нет, спасибо. То есть вот такой заход. То есть всегда нужно делать какую-то проверку, и мы все прекрасно понимаем, что это правильный подход. Сейчас это кругом такой странный мир, и всегда нужно делать определенные проверки. Дальше, второй пункт. Это теория против практики, документация, реализация. Кто бы что ни говорил, что у них все хорошо и замечательно, всегда будет отличие, как оно реализовано внутри, особенно если системы закрыты. Это бальзам на мельницу сторонников открытого ПО, что все открыто, можно посмотреть и так далее. Да, такое может быть, но было бы неплохо, что если что-то есть закрытое, какая-то коммерческая история, есть какие-то консорциумы, которые собраны под регулятором, которые делают, и эти вещи там стандартные, понятно. По крайней мере, если не открыта реализация, открыты интерфейсы. На этих интерфейсах можно смотреть, к ним кто-то может разработать набор тестов, 100-500 миллионов, и будет проверять, вы достойны получить какие-то там значки, что вы там соответствуете чему-то, либо нет. Это тоже позволяет. Третий пункт очень важный. Тут сегодня очень много говорили, и вчера об этом говорили, что вот сегодня товарищи из базальта говорили, что там безопасность – это процесс. С одной стороны, да, с другой стороны, безопасность – это процесс, в котором периодически надо делать срез, смотреть, чтобы процесс развивается, так, как нужен. То есть нужен определенный результат в этом, и это общая коллаборация, соответственно, между производителем, да, соответственно, начиная с производителей железа, которые слышат, что надо, потому что они заинтересованы делать чип, ну, как говорит один директор очень широко известной компании производителей чипов, что показывает чип новый, что смотрите, вы вот его возьмете из коробки, и весь ваш софт заработает. Все хотят, чтобы было вот так, да, чтобы брали из коробки, ваш софт работал. Производители ПО, да, какие-то вендоры там, они хотят, чтобы они писали программы, и они работали там на максимуме всех устройств, да, чтобы это было доступно, возможно, качественно, и все работало тоже из коробки. Но это, опять же, важный момент, чтобы одни производили с учетом аспектов безопасности и современных вызовов, вторые делали безопасные ПО, и очень много инструментов развратывают, испраны и так далее, и сообщество, которое позволяет повысить качество кода и проводить различные ассессменты. Дальше важный момент, были коллеги, которые говорили, что нужно правильно развернуть, если неправильно развернуть, могут быть проблемы, будут нарушения, то есть это тоже, под это тоже можно делать стандарты и так далее. Потом есть ментинанс, да, если неправильно там пользоваться, коллеги из Касперского рассказывали, что вот тут приходят, тут потыкали флешки, там что-то еще сделали, если все плохо до этого было настроено кем-то, то тогда все боль. Ну и, соответственно, пользователи, если пользователь, как говорил коллеги, из Росы что-нибудь себе установит сам, то тогда и все, да, и вся безопасность, она как бы на этом заканчивается. Вот. Следующий важный пункт это вот коммуникация, коллаборация. Отличная площадка предоставляет Испран, когда, собственно, позволяет разговаривать там разработчикам софта и железа. Отличная площадка конференции, когда приходят люди, рассказывают, что они сделали, как тут. Есть коллаборации вот под крылом тоже Испран, например, в плане стандартов и в стэк, когда вот есть общий стандарт сейчас от разработки безопасного ПО, там появился компилятор, это все будет постепенно продвигаться, должно входить. Там есть вот статический инвестор Swayze, предлагают тоже использовать. Это должно все входить, становиться каким-то естественным, чтобы это не было что-то там инородное, что вам какие-то люди что-то навязывают. То есть это какой-то общий результат общих там сил. Ну и еще один как-то бальзам на мельницу Вартана Андрониковича, что надо делать стандарты, их должно быть много, они должны всякие вещи регламентировать, если мы говорим о безопасности, если мы хотим соответствовать, чтобы у нас было там ПО запускалось не на одном процессоре, а на всех. Например, да, должен быть общий какой-то интерфейс, если мы хотим, чтобы запускалось ПО, значит, у него должен быть четкий там сформулированный интерфейс, созданы правила, дальше все по ним работают, занимаются разработкой и в итоге как это так, наступает мир, труд и мать. Все, спасибо. Здравствуйте. Коллега, я прям ждал вашего появления. Да, я специально постарался появиться. Прежде чем отмотать на второй слайд, если не трудно будет, по поводу надо делать стандарты, думаю, не только не вспомнился соответствующий слайд XKCD насчет стандартов, вот, не надо изобретать велосипеды, на второй слайд, пожалуйста, не второй снизу, а второй сверху. Да, просто у вашего коллеги там вот слайд вместе с второй, это третий, это off-by-one, вы говорите о безопасности. здесь у вашего коллеги на слайде вместе с текстом получился, ну, я не знаю, скажем так, ложное утверждение, довольно интересное в своем, да, здравствуйте, благодарю. Вообще, благодарю, действительно, сперва благодарю за доклад, доклад, тут первая часть, собственно, техническая, в целом было интересно послушать, для себя новое почерпнул. Вот, здесь вот вы когда говорили по выделенным колоночкам по бранч-предиктору и спекулятивке, что, дескать, это неотъемлемая часть современного высокопроизводительного процессора, если я правильно запомнил формулировку, так вот это ложь. То есть, я понимаю, что вам, возможно, неудобно упоминать те же Эльбрусы, но в текущих версиях, вот, которые до шестой включить на бранч-предиктора нету, в седьмую они вкручивают, но я, соответственно, этого еще не видел. А спекулятивка там организована предикатная, несколько иначе, то есть, у нас могут быть выставлены предикаты, по какой ветке исполнения пойдет, вот, то состояние спекулятивно просчитанное вы несколько раз упоминали высокопроизводительный, вот там, Big Little, например, у меня еще отдельный вопрос будет, я понимаю, что это, опять же, возможно не к вам, потому что вы говорили об аспектах безопасности, но что вы вообще подразумеваете под высокопроизводительным процессором? Потому что я коллег спрашивал про те C5, которые у них есть, они, честно говоря, калькулятор. Мы вот на прошлом УЗД с коллегами из Астры запускали, ну, как запускали, взяли, опять же, Unmatched, скромно так названный, взяли Эльбрус 8С, 17-го года процессор, напомню, открыли Яндекс.Карты, которые объективно на вливах, ну, то есть JavaScript сплошной, которые там объективно, да, действительно, плохо ложится на архитектуре, неудобно, все такое. И он работал втрое быстрее. Вот из того, что я видел по оценкам по тому железу, которое собиралось, ну, там, до санкции, там, и того, как TSMC под них легли на радость нам всем, выпускать, ну, собственно, то, что наинженерили ваши коллеги, да, оно, ну, по тестам, напоминало третью малинку, 3B, если не ошибаюсь. Вот, вы с тех пор по железу, вот, когда вы говорите о чем-либо высокопроизводительном, да, вы, грубо говоря, нам лапшу на уши вешаете, вот, десятилетней давности, или у вас какие-то прорывы случились, что вы вообще, ну, заимели право такими словами бросаться. Я почему еще так вот говорю жестко? Потому что, по-моему, ноябрь 20-го года, там, через ОНОВТ, Айбиемовские тоже людишки, забрасывали правительству России цедулю вы не можете говорить о СХД высшего уровня производительности. Рус, сдавайся. Понимаете? И вот у меня встречный вопрос, что вы подразумеваете под высокопроизводительными процессорами вот в рамках этого доклада, и до чего вы, ну, хотя бы в теории, в оценках добрались на сейчас? По своему железу, которого нет. Так, спасибо за вопрос, наверное, за три вопроса. Я начну с того, что я наврал в таблице. Надеюсь, все читали. Нет, смотрите, к таблице слон хороший. То есть, сочетание таблицы я соврал в таблице. Все читали книгу «Как врать с помощью статистики». Вот это все здесь прямо используется. Я специально выбрал то, что мне удобно и так, как мне удобно. Насчет бренч-предиктора, в частности, и Эльбруса, скажу так. Бренч-предиктор является неотъемлемой частью высокопроизводительных систем. Для меня лично, это для меня, это мое личное мнение, это неотражает мнение компании. Эльбрус не существует, потому что я не знаю, что в нем есть, а так как спецификации закрыты, то и не узнаю, потому что подписывать МТА я не буду. Соответственно, Эльбрус исключается из уровней. Дальше, насчет того, что есть высокопроизводительная система. СТМ, допустим, F103 нет, калькулятор нет, Raspberry Pi 3, да, уже высокопроизводительная система вполне себе. Вот. Это на первый вопрос, да? Это, я не знаю, на два, на три вопроса. Второй, что было там? Это риторический вопрос. Первый был, а второй какой-нибудь. Там были риторические вопросы в духе, вы перестали пить коньяк по утрам. А, да, еще вот. Вот. Насчет еще того, что там появилось у нас, что там появилось у нас. Какой-то Эльбрус порвал какой-то ваш риск. Миша, Миша, не их. Им до того еще копать и копать подозрели. Скажем так, у нас риска, я не знаю, что там у нас по рискам, я непосредственно архитектор немножко другой части, вот, не самого риска. Про альянс и риск 5, наверное, расскажут мои коллеги, можно к ним обратиться, которые именно в нем участвуют. Меня-то не свалит, поэтому я не слежу за этим особо так внимательно. Я больше слежу именно как раз за тем, что там добавляют помимо основного основной части, помимо основного ИСа, и как это можно использовать. Я дополню коллегу. Очень приятно, что вам очень интересно. Значит, все-таки интерес есть, есть что сравнить. Давно есть. Но, промыслы, политика и так далее не будем обсуждать. Я вмешаюсь. Значит, нас замигало время, нам надо официально закрыть конференцию. Поэтому давайте поставим финальную точку, но не закончим. Можно на секундочку? Я еще хотел Томальцев фоконтировать. Мы разрешим трансляцию, поскольку конференция наша прошла с крайне бурных обсуждениях. Стульи мы, кстати, в частности не били, как обещали. Хотя дерево на наших глазах вчера завалили. Но, тем не менее, было много интересного, мы много почерпнули, и сейчас еще продолжим обсуждение. Спасибо большое организаторам. И я... Давайте, да. Соответственно, сейчас, когда трансляция будет завершена, мы попросим, так сказать, рабочих, так как им нужно нести часть оборудования отсюда, заняться этим, и нам уже не мешать. Но, тем не менее, зал остается в нашем распоряжении, микрофоны доступны, и мы вполне можем продолжить отвечать на оставшиеся вопросы. Поэтому, Миша, если ты хотел продолжить, можешь продолжать? Тоже спасибо. Ну, собственно, я хотел напоследок это оставить, наверное, цитату, постараюсь не забыть. Просто, опять же, вдруг вам пригодится как-то всерьез в работе. По поводу производительности системы существует, не существует, мой любимый троллинг топящих за риск-хайп, а иначе как риск-хайп, я его уже давно не называю, потому что все держится по большому счету на хайпе, причем очень наглом. И в мире, и в России, насколько я вижу. Отчасти это, конечно, маркетинг вроде политического, когда шольцы всякие приходят, но не суть. Так вот, этот троллинг проявляется так, что когда вылезает очередное чудо, которое рассказывает, какой замечательный риск-хайп, я говорю, слушай, а ты мне можешь вот здесь, не знаю, на хабре или в тележке ответить с риск-хайпа? И, знаете, я обрадовался, когда один человек из таких оппонентов сказал, да, так я сейчас с него пишу вот с китайской, я не помню, с дэча, вот чего он там. Вот, потому что, когда человек не только языком болтает, а, собственно, ест свои собачьи консервы, да, это очень дорогого стоит. Вот, поэтому призываю вас, вот как разработчика, попробовать делать свою работу на том, что вы рекламируете. Вот, и особенно как менеджер, потому что я как разработчик и как менеджер свою работу уже пять лет делаю, даже шесть уже, на Эльбрусе. Вот, и все получается. Да, спасибо за рекомендацию. Вот, по поводу существует, не существует, я как-то понял такую штуку, что, и про свободное ПО, вот за последние два года, что не важно, что написано в стандарте, договоре, лицензии, важно, у кого ружье. То есть важно, у кого контроль за тем, как это реально будет применяться. Вот, и это опять же история с Huawei, с ARM показала уже, казалось бы, всем желающим. Поэтому говорить, что где-то что-то открытое есть, а то тоже... А какая история с Huawei? Трансляция остановилась, сейчас можешь резать правду матку, всю полностью компромат. Когда их отлучили от лицензии, и, по сути, в ARM можно, конечно, форкать и тащить сами, да? Они выкрутились. Они же выкрутились. Ну, там и ARM, конечно, очень хотел выкрутиться, насколько я понимаю, то есть шел на ухищрение. Я, собственно, к тому, что по Эльбрусам, в некотором, для меня ироничном смысле, хотя он там закрыт и наглухо, и все такое, но он открыт для России, он открыт для государства, и если там государство, Минобороны, еще кто-то говорит, пересиливает это, как бы что ни вышло. Замечательно. Так это же классно, что он открыт для государства, но как платформа, он мертв, пока у вас, только вы занимаетесь Эльбрусом. Понимаете, вы можете создавать свою какую-то там архитектуру, как вот Эльбрус, и рекламировать, говорить, давайте все вместе заниматься Эльбрусом, но при этом Эльбрус ваш. Но Эльбрус ваш только. Вы же никому не рассказываете, что там в нем устроено. Вы же просите всех. 15 лет Эльбрус не сделал шаг пользователям. Не сделал шаг пользователям. Да, сколько уже лет это происходит? То есть, понимаешь, вам доступ к чему-то. Но Эльбрус уже это сделал сразу. Он уже выстрелил себе в голову. То есть, если даже риск, допустим, да, Альянс риск 5, там, санкции и все дела, скажет, все, мы вам больше ничего нового не дадим. Старое это никуда не делось. Коллеги, но мы все-таки это обсуждение давайте принесем кулары. Да, пожалуйста. Вернемся к вопросам именно по докладу. Согласусь. У нас есть еще, если у тебя, Миша, остался. Ой, виноват. По докладу, вот все-таки ту конечную цитату Торвальдса, это ноябрь 19-го года, еще до ковидные времена, елки-палки, по поводу расширений, как основополагающего принципа построения риск 5 ИСа. I seriously believe that the whole mental model there is broken. То есть, один из людей, которые что-то понимают в софте, говорит, что у вас с подходом не все хорошо. У Альянса риск 5. Вот. Просто как это вот хозяйки на заметку. Я вам, если захотите, покажу более полную статью или там ссылку пришлю. Ну ладно, ты не к авторитетам ссылайся, а вот к претензии это в чем? Конкретно к нашему докладу в чем претензии? Не, а к пуговицам претензий никаких. К фавелам расширений ну это пусть жизнь покажет. Какой у вас вопрос? Ладно, тогда зададим вопрос. Понял. Просто психи может поварить. Работает, нет? Да вроде должен. Да. Мне доклад очень понравился ваш. Значит, вы сделали обзор расширений, да? И даже предложили какие-то конфигурации. То есть это очень интересный доклад был. Есть ли перспективы реализации в отечественном процессоре ваших конфигураций? Хороший вопрос. Я могу сказать, что конечно же есть перспективы, есть. Вопрос в том, кто готов потратить время, деньги на выпуск этих процессоров и опять же все мы знаем, какая сейчас ситуация с санкциями, с заводами и прочее. И собственно, где этот процессор можно будет выпустить. То есть, насколько я знаю, работы ведутся, активно ведутся. Естественно, многие хотят получить свой процессор, но это в нынешнее время, конечно же, довольно сложно. Вопрос про лейдинг-пады, конечно, уже неудобно. Такой узкий вопрос задавать после того, что прозвучало, но тем не менее. Если код, который скомпилирован вот с этими новыми инструкциями, которые помечают лейдинг-пады, запустить на процессоре, который типа старый, их не поддерживает, этот код там упадет или? Так, хороший вопрос. Если я правильно помню спецификацию, давно на нее не заглядывал, лейдинг-пад на системах, где его нет, просто выполняется как ноб. За счет чего? За счет самой своей структуры, по-моему, так. То есть, ну, вообще, конечно, я точно могу сказать, что если вы выключите лейдинг-пады в процессе работы, например, при настройке харта, вы выключите это, то он точно будет выполняться как ноб, то есть не будет выполнять никаких действий над системой. Насчет того, если все-таки в принципе лейдинг-падов не существует, тут, наверное, надо бы проверить конкретную систему. Буду интересно. Просто у этого вопрос есть еще обобщение, что должны делать люди, которые дистрибутивы Linux для RISC-5 компилируют. Да, вот это хорошая тема. То есть, как бы, тот же ShadowStack и лейдинг-пад, они требуют поддержки компилятора и требуют компиляции кода с этим, с поддержкой этих расширений. Соответственно, да, тут, наверное, есть такая существенная связка, что вот именно этот железом сможет тогда запускать вот эти вот программы. А если нет, то я предположу, что, конечно, надо будет перекомпилировать. Пока следующий вопрос еще готовится, я задам, если можно. Вот какие из этих расширений уже можно пощупать в железе? То есть, там... Совершенно точно есть WorldGuard. Прямо абсолютно точно. Недаром же его подарили всем вокруг, да, как бы, компания Sci-5, не просто так, альтруисты. Это уже можно сделать. Насколько я знаю, PMP, IO-PMP уже тоже существует. Единственное, что я не назову конкретный процессор. Вот. Чири Кови не слышал. Есть уже? А, ну вот, Константин Невидим знает, что уже есть. Где? Не у нас. Не у нас. можно обязательно попробовать. Сходите не к нам и можно как бы попросить. Ну, у нас, я так понял, из ответа ничего из этого нет. Константин, вы представите, Синтакор. Все, кстати. Да, вот так. Спасибо. я просто не вижу больше вопросов. По-моему, стоит поаплодировать друг другу, потому что здесь остались самые...